Давай переметнёмся в наш уютный дворик московский, в нашу вторую студию, где сидят уже Валентина Терёхина, замшеф-редактор отдела спецобосков, и Миша Помидоров вместе с замечательным народом, который у нас уже не в первый раз. Миша, Валентина, привет! Привет! Здравствуйте! Добро пожаловать! Друзья, сегодня у нас в гостях азербайджанцы из солнечного Азербайджана. Гранаты, вино, свежий воздух, бескрайний чай. Конечно, чай в маленьких специальных чашечках, в которых он долго не остывает. Кофе, говорю. Да, да. Салам, гости наши дорогие! Да, добрый день. Спасибо большое, что пришли. Ну, представляйте скорее же. Да, итак, сегодня у нас в гостях Агададаш Джабраил Аглайкеримов, председатель Совета Московской национально-культурной автономии азербайджанцев. Аделя Исак-Изы Алиева, председатель Совета Московской национально-культурной автономии азербайджанцев. Машки Азербайджан. И рядом со мной Мехди Али Аглы Исмаилов. А это еще не все. А он, между прочим, военнослужащий, да, но мы не будем раскрывать все секреты, как говорится, в каком полку служили, в какое звание. Это вы узнаете со времени все. Еще не все гости к нам подъехали, некоторые находятся в движении, но я хочу еще представить уважаемый музыкальный коллектив. Сегодня вы услышите музыку и, может быть, увидите танцы и станцуете вместе с нами. Итак, Гармхас Мамед Аглы Ахундов. Музыкант. Азер Юнис Аглы Агаев. Музыкант и певец. И Нариман Шамил Аглы Мамедов. Тоже музыкант. Друзья мои, мы уже слышали, как они настраивались и сыгрывались перед началом. Конечно, это волшебство. Вы сразу сможете почувствовать. Ну, сначала, конечно, я хочу спросить у наших дорогих гостей. Немножко нас сориентируйте географически. Где находится Азербайджан? Какой там климат? Какая там сейчас погода? Чем славится эта земля? Куда, может быть, стоит поехать и что посмотреть? Там. Ну, я бы хотел начать с того, что... Пожалуйста, да, нажмите. Начинать с того, что Азербайджан называли земля огней. Страна огней. Почему так? Да, почему? Это символически? Не символически, потому что, вы знаете, у нас нефть добывается. И везде, и на очень близкой плоскости поверхности. Поэтому постоянно там эти газы поднимались и горели. То есть это как такой природный вечный огонь получился. Природный, да. То, что это Азербайджан досталось, это как раз богатство нефти и газа. А вот смотрите, у вас не только богатство нефти и газа, но совершенно фантастический город Баку. Прекрасный, современный город. Это как раз результат газа, нефти и желание азербайджанцев построить свою столицу в таком виде. Слушайте, великолепно. Это Баку, да? Это Баку, да. Это Баку. Какая красота. Это набережная. Сейчас будет вообще там строиться, продлевается еще. Как называется река? Реки нет там. А, набережная? Только набережная. Это море, да? Это море, Каспийское море, да. Это, вы знаете, это море, называется Каспийское море, а на самом деле это озеро. Так как нет связи, да, прямых с морями, океанами. Это поэтому озеро. А Волга же туда впадает? Волга впадает, да. Но река впадает, да. А через Волгу, только через Волгодонский канал можно выйти на Черное море и дальше туда. А это тоже, как бы, искусственно созданный вот канал, поэтому неестественным образом. О, борется мужчина на руках. Прекрасно. Великолепно. Слушайте, а вот... А вот та самая чашечка. Да, да. Армуты называются грушовые, да? Да, да. Грушевидные стаканчики. Это для того, чтобы сразу не остыл чай. И постепенно, медленно остывает, и успеваешь там и поговорить, и рассказать что-то, и послушать. И одновременно, как бы, сопровождается вот чай питье. Прекрасно. Это как бы повод. Чай питье, это как бы повод для того, чтобы начинать диалог и вести на хорошем, лучшем. Такое великолепное сочетание и культуры, и традиций, и современного великолепного города. У нас есть в Азербайджане, значит, специальные места, куда приезжают из Индии, из других стран, огнепоклонники. Приезжают и там совершают вот всякие обряды. А как правильно называется этот культ? Это культ? Огнепоклонство, да. Огнепоклонство. Да, да, да. Это огнепоклонники. Но раньше наши предки тоже были огнепоклонники, да. Я что-то слышал, что как-то это с именем Заратустра связано. Это то? Или это не то? Нет, вы знаете, он Заратуст, его так звали, да, Заратуст, еще в 8 веке до нашей эры, он вот создал эту религию, как бы развивающую самого человека. Вот вы знаете, да, иудаизм сначала был, да, в 12 веке до нашей эры, то, что там они создали единобожие. То есть они определили, что есть единый Бог, который служит всех, а потом через 400 лет, вот как раз Заратуст обратил внимание на то, что кроме того, что еще духовно, да, и физический человек должен быть готов к этому, да. Поэтому и он вот эту религию создал, и развивая человека, приближает к Богу, да, вот он, то есть приближается, становится подобием Бога. Вот это, как в Библии написано, Бог создал человека по своему подобию, образу. И он, естественно, вот это, как раз это направление человека заставляет подойти к Богу, да. И дальше, значит, Заратуст развивали, но не дали ему до конца, да, нормально это все. А он родился на территории Нахчеваны, вот нынешнего северного Азербайджана. Вы знаете, да, Азербайджан раньше входил в Иранскую империю, а в 1828 году, после трактата между Россией и Ираном, разделили, и северная часть Ирана отошла, как бы, к России. И с тех пор, вот, как бы, скажем, мы дружим с русскими и народами России. Уже больше 200 лет. Больше, да, более 200, не, вы знаете, даже не то, что более 200 лет, да, получается, первый раз попытки были в 1805 году еще. Вот был, значит, трактат между Тицианом, российским, русским генералом, и Карабахским ханом, Ибраим Халихан был, такой он был ханом Карабаха. И он попытался первый раз в 1805 году вот заключить этот трактат, чтобы войти в состав России. Ну, у них там были разногласия с империей, там, иранскими империями, и поэтому хотели отделиться и войти туда. Но не разрешили. И со стороны России, и со стороны Иранской империи не были такие, да, как бы сказать, соглашения и допуски, поэтому не смогли совершить. А потом, дальше уже, в 2013 году Гюлюстанский контракт был, трактат. И, в конце концов, в 28-м году вот этот Тюкменчайский трактат уже провел уже черту, границу, что вот тут, значит, Иранская империя, а тут Российская империя. — Прекрасно. Ну, и теперь мы все наслаждаемся результатами. Скажите, пожалуйста, вот что касается географических, даже, может быть, климатических зон в вашей стране. Вот в плане отдыха, если мы как туристы, как гости, да, приедем в вашу страну, что порекомендуете, что можно посмотреть? Потому что есть, наверное, морское побережье, есть горная часть. — Ну, я бы сказал, что из девять климатических у нас... — Девять? — Девять, да. И, то есть, тропик нет у нас, и северного климата нет у нас. — Вот это хорошо. — Да. А остальные все присутствуют, существуют. И поэтому как раз вот южная часть Азербайджана является как субтропической зоной. — Насколько жарко там может быть летом, или когда там самые жаркие? — Вы знаете, летом, допустим, под солнцем, то с 60 иногда поднимается градус. — Так, значит, летом... — То есть, к вам нужно зимой, видимо, в гости? — Нет, почему? Летом нормально. Во-первых, Баку — это город ветров. Там постоянно ветры и туда, и сюда. — Освежает. — Со всех сторон, освежает, там, охлаждает. А в других, на других территориях, да, как бы есть территории, где там вообще даже зимея даже не могут там выдержать, да, они прям стоят, вот, ездишь-то иногда. Но это раньше было, сейчас они там, уже везде там асфальты, поэтому они не появляются. — Мы знаем, что лечебный туризм у вас развит. — Лечебный, да, 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 есть нафталан, который находится в горных местах, там как раз вот эта нефть смешанная, да, как вот эта грязью поднимается. И там иметь лечебные свойства, я даже вам скажу, как бы сказать, с историей, да. Один факт, значит, когда российско-русско-японской войне находили у японцев в рюкзаке, у солдат, такие тюбики железные, открывали, а там чёрный этот, какая-то, да, сажа. И потом, когда начали уже разобраться, значит, увидели, что это изготовление, производство Германии. — Немцы, значит, брали в нафталане вот эту грязь, возили себе, там, значит, упаковывали, и потом продавали японцам, другим странам. И вот они, у каждого солдата, вот такая упаковка была, нафталанская, вот как раз написано было, нафталанская вот грязь. И они мазали, вот, допустим, ревматизм или что там, какие-то там болезни, вот простудные. — Она какая-то разогревающий эффект оказывает? — Знаете, она оказывает всякую, как бы сказать, лечебную помощь человеку, да. Вот радикулитом там заходят, там через два-три дня уже встают и сами уходят. — Прекомендуете какое-то конкретное вот место, курорт, может быть, чтобы мы... — Курорт, везде курорты там. Вдоль набережной, да, вот как раз часть, начиная от дагестанской границы, да, заканчивая Астарой. Астара — это конечный район. Там есть иранская Астара, и есть азербайджанская Астара. — А, это наполовину, когда чертили, вот они предусмотрели, что там Астара. — То есть люди приезжают, доживут в отелях, видимо, да? — В отелях там, да. — Прекрасно, друзья. — Вы знаете, у нас стало на одного гостя, точнее, гостью больше, и я рад представить. К нам присоединилась Рамидас Олеговна Гасымова, руководитель структурного подразделения по национальному образованию в школе номер 157 имени Керимова. Я правильно поставил все ударения? Здравствуйте, добро пожаловать. То есть, друзья, мы с вами сейчас только что выяснили, что на Каспийское побережье, куда ни ткни пальцем, если у вас ревматизм, артрит, что еще? — Если не ревматизм, а не артрит, а просто отдохнуть и оздоровиться, нужно идти в Баку, а не куда-нибудь там, в Венгрию или в другие страны. — Будет вам счастье, совершенно верно. — Приезжайте. — Я хочу обратиться к нашей центральной студии. Ребята, вы слышите нас? Алло? — Ребята, заслышались. — Увлеклись, увлеклись. — Да-да, мы слышим вас, мы слышим что-то неполадкое. — Смотрите-ка, как вам наводочка такая, да, на ближайший отпуск Каспийское побережье? — Я только за. Понимаете, я недавно обнаружила, давно знала, что у меня папа на самом деле азербайджанец, и я все мечтаю посетить Баку. Но так уж судьба распределилась, что мы жили очень долго в Магадане, потом в Волгограде, теперь я живу в Москве. И вот, знаете, все-таки нужно исправить историческую... — Слушай, ну если, да, если ты не едешь в Баку, то Баку приехала к тебе, понимаешь? — Вот это волшебство, конечно, да, седьмого вещания вечерней Москвы, здесь сбываются мечты. — Да. — Слушайте, ну, замечательные рассказчики, прекрасные истории, и, конечно, замечательный видеоряд, но вот даже не верится, действительно, суперсовременный город, красивый, невероятный, но при этом традиционный, я согласен с Валентиной, да, она это отметила. Хорошо, давайте мы ознакомимся еще с небольшой частью огромной азербайджанской культуры, которая представлена в виде музыкантов и танцоров у нас, и, собственно, продолжим. — Еще раз представлю, что сейчас, дорогие друзья, перед вами выступит Гармхас Мамед Аглы Ахундов, Азер Юнис Аглы Агаев и Нариман Шамил Аглы Мамедов. Устраивайтесь поудобнее, почувствуйте атмосферу. — Я хочу сейчас прозвучить здесь песню, самую популярную песню, азербайджанскую песню не только в Москве, в России. Это я встретил девушку, композитора Бабаева, и вторая песня по званию, это нашего любимого композитора Павла Давидова Аглы. А после этого я буду сыграть следующий номер с нашим кирьем. — Спасибо. 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 — АПЛОДИСМЕНТЫ — Великолепно, великолепно. Мы все знаем эти слова Я встретил девушку полумесяцем Бровь на щечке Родинка, а в глазах Любовь Нет, нет Напомните, пожалуйста, кто автор этой песни? Это же 50-60-е годы Автор, я сказал только что В начале, это композитор Бабаев Эмиль Эмин Бабаев Андрей Бабаев, вот я все напутал У нас в гостях У нас замечательные, добрые старые друзья Да, из Азербайджана И мне кажется Сейчас самое время поговорить о том В чем секрет азербайджанского счастья Ну, наверное, он в семье Но как все-таки устроено В семье, кто главный у вас? Скажите, пожалуйста Расскажите все правду Конкретный муж Конкретно муж главный Очень хорошо Скажите, пожалуйста, как проявляется его Главенство, допустим, когда нужно Потратить деньги Вот нужно решить Покупать стиральную машину Или надо ребенка велосипед купить Кто? За кем последнее слово будет? Фактически Он зарабатывает деньги Он зарабатывает деньги, а тратит женщина Тратит, да То есть, убирается себе Моторит вместе Это, знаете, просто как, допустим, в Японии В далекой Японии Отличная традиция Тоже мужчина главный Но он зарабатывает И все отдает жене Вообще все отдает Не спрашивает ей Не говорит, что с этим делать Не мечтайте, Комидоров Не мечтайте Просто отдает все А она уже решает полностью Что вот у вас тоже так же что-то похожее, да? Да То есть, мужчина полностью доверяет Да Все, что он добыл На охоте По хозяйству По хозяйству По хозяйству Хорошо, а на кухне, скажите, пожалуйста Мужчина, он вот в плане готовки Он может в какой-то момент прийти и сказать Так, женщина Это только мужчина может готовить Вот, взять в свои руки все И приготовить обед на всю семью Нет Кухня, это как бы располагается Территория, да, женщина Мужчина праздник на кухне, да? Когда мужчина начинает готовить Это уже в семью пришел праздник На празднике на самом деле Это вот около моря Вот на даче Это шашлыки Это делают мужчины Готовят мужчины И прекрасно это делают Баранин нарезит, да Баранин нарезит мужчины Ну, мы помогаем Женщина, отойди Все испортишь Да, специями всякими А мужчина стоит там за мангалом Готовит, готовит А, кнопочку нажмите, пожалуйста Это самое интересное мы не услышим Ну, стоит там мужчина Естественно, женщина готовит Вот это, да Как раз маринует там Солит И всякие там добавки Добавляет туда разные А мужчина уже берет Значит, нанизывает на шампура И стоит на мангалы Ну, почему все-таки такая несправедливость Это считается, что мужчина Нет, национальные блюда мы готовим А, да, это я тебе согласен У нас национальные блюда мы готовим У нас национальные блюда Пулов Долма Гутабы Хингалы То есть, женщин допускают Для изготовления пулов Да, да, конечно А я же мечтала После тщательной проверки, естественно Нет Скажите, пожалуйста Вот что такое мудрость в семье Все-таки женщина Мужчина, вот он считается На первых ролях Он добытчик и так далее А женщина, вот на ней Весь дом И ей, наверное, зачастую Приходится Как раз отвечать за Какую-то дипломатию в семье Да, как-то договариваться Чтобы не было конфликтов Что мы видим Когда мудрая женщина Говорит, что мужчина Главный всегда Это и есть мудрость Ну, а если какой-то Спорный вот момент Возникает Что делает женщина? Безспория не бывает А вы можете сказать Нет, вот будет помочь Вот перечить может женщина Да, поперечить Вы знаете Ни в коем случае Не на перчике, а поперечить Ни в коем случае Мы очень уважаем Наша голова семья Это правильно А вот скажите Все-таки невестки Вот Мы знаем В интернете Знаете, что пишут Вы знаете, что пишут? Что древняя традиция Это было давно Но может быть и сейчас Есть, что невестка Пока не родит мальчика Вообще не имеет права Разговаривать с папой жениха Обращаться Это, наверное, очень древняя Какая-то традиция Сейчас в 21 веке мы живем Это хорошая традиция Сейчас в 21 веке мы живем Это можно первый ребенок Можно девочка Можно Это мальчик Это не От Бога Это созданы Это дети Это для нас Но мальчик все-таки должен быть В семье Ну, если Бог даст Ну, желательно А мне кажется, что-то музыканты наши хотят сказать Да? Хочу несколько слов сказать Дело в том, что Азербайджанско-народная песня 99% посвящен любви Мы очень музыкальный народ Очень любящий народ Поэтому это не случайно Сейчас я хочу, чтобы прозвучала Азербайджанская народная песня Азербайджанская музыка Не только мажор-минор Еще семь основной лад Который в этот лад Они в отдельности тоже выражают Какое-то эмоциональное чувство Поэтому, если музыка, мелодия Сочиненная про любви Это сейгах Если героические мелодии Это расти Сейчас прозвучит Мугам Баят Ширас В исполнении Нашего певца Азера Он держит тэф Это ритмический аккомпанемент Рядом Азербайджанский народный Музыкальный инструмент Палабан Духовой народный музыкальный инструмент И тар Отличается Чтобы этот тар Все время везде Вместе с словом Азербайджаном звучит Азербайджанский тар Потому что Это сделал Азербайджанский мастер Сейчас Фрагмент Ваят Ширас Мугам И народный песня Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дальше даже минор иногда Переходит на мажорном аккорде Это правда Вы знаете И второй вопрос К Нариману Наверное Как вам удается Делать такой бесконечный выдох Вы знаете Я пробовал Как-то вот Надувать щеки И я подумал Может быть Вы как-то Подвдыхаете носом У меня Не получилось Ничего Я никак не смог Делать выдох И одновременно вдох В чем секрет Сейчас поясню Это значит талант Талант мне дано Аллахом. Я продолжаю отцовскую линию. Отцовскую линию. У меня отец тоже был тамкешем. Это называется тамкеш. Все время беспрерывно держит дыхание. То есть, это я, когда набираю щеку, надуваю, выдуваю воздух, одновременно я дышу через нос. А в то время, как вы делаете вдох через нос, вы выдыхаете тот воздух, который в щеках, да? Не в легких. Здесь самое главное еще, держать тембер. Это не то, что взял, выдул. Держать тембер, чтобы не играло. Все время стабильно держать ноту. Да, это фантастика. У меня было такое подозрение, что, может, пока делается подвдох через нос, воздух за счет щек. Но все равно у меня не получилось. То есть, прерывается какой-то должен быть. А здесь вы заметили, что несколько минут вот эта долгая, прекрасная песня, постоянно шел вот такой звук. Совершенно верно. Я могу часами, могу часами вот так держать, играть. Часами. Часами, да. А я вот, например, под впечатлением большим пения Азера Агаева, уважаемого, сразу вспомнила Рашида Бейбутова. Смотрели когда-нибудь, да? Вот Аршин Малалан, прекрасные фильмы, которые смотрел весь Советский Союз в свое время. Совершенно верно. И все увлекались. Любимый фильм моей мамы. Спасибо вам большое. Вам тоже. Спасибо. Ну и как человек, который немного играет на гитаре, я хочу сказать, что, конечно, великолепен совершенно вот струнный инструмент. Вот эти вот восточные переливы западному человеку очень трудно это даже изобразить. А здесь настолько вот вся гамма, она рассвечена вот этими нюансами, что действительно это можно слушать очень долго, не уставая. прекрасно, оставаясь свежим, молодым, даже как-то молодеть во время этой песни. Знаете, если у нас есть еще немножечко времени, студия, есть у нас еще времени, потому что хотелось бы сейчас... Буквально пару минут есть. И, конечно, я хочу тоже высказать, и Оксана, мы высказываем свое глубокое уважение и, конечно, испытали чувство прекрасного во время исполнения замечательной песни. И вообще, действительно, музыка настолько эмоциональна, настолько она ярко, живо передает атмосферу, культуру страны, что у меня лично, я фантазировала, что я сижу где-то на берегу, может быть, или в центре, или на берегу моря, в Баку, пиваю чай, вот этих вот фигурных стаканчиков. В центре моря прямо. Оп, и все, да, на волне. И играет вечер, а Баку рассвечил этими огнями, сумасшедшими со всем, и играет вот эта музыка. Ну, видишь, какие мы разные. А мне древность представлялась. Древность какая-то такая, неторопливость. У нас с тобой разделяют гада. Костер гада, века буквально. Хорошо, давайте к вам, ребята, пожалуйста. Еще есть немного времени. И все-таки вы вместе, да, удивительно, между вами века. Но все-таки. Я хочу отметить, что носители, это удивительная атмосфера, культура, может быть, даже состояние. Их очень много в Москве. И вот я хочу спросить, сколько азербайджанцев в Москве проживает? Как им живется? Существует ли община какая-то? Вот, может быть, кто-то расскажет? Можно, да, я расскажу. Вообще-то, еще в 2002 году, да, прозвучала вот такая статистика, это со слов директора ФМС. И они передали, вот Путин, Владимир Владимирович, озвучил это в Казахстане, еще что, около миллиона азербайджанцев. Около миллиона? Ну, временно проживает. Колоссальная община. Они как-то объединены, существует диаспора? Диаспора, естественно. У нас много организаций в Москве, в Московской области, других регионах. В каждом регионе практически есть огромное количество у нас национально-культурных объединений, организаций. А существуют ли какие-то, может быть, праздники, которые вместе традиционно здесь в Москве поддерживают? Главный праздник, да, Новый Русбайрам, это Новый Год, как бы сказать там, да. Вы, наверное, я хотел сказать, что помните, но, естественно, никто не помнит, но во времена еще Петра Первого, еще до вот этих праздников, которые, да, с первого января, потом с начала сентября, он своим указом, да, решил, что с первого сентября, а потом с первого января. До этого в России тоже отмечали 21 марта, потому что астрономическое это время как раз оживления природы. Ну да, весна, все пробуждается. Поэтому в России тоже отмечали, и сейчас вот это как праздник в Москве, не по России, в Москве это как государственный праздник считается московский, городской, как и Сабантуй, то же самое Навруз, считается городским праздником. И, естественно, не только азербайджанцы, там и татары, башкиры, чуваши, афганцы, иранцы, турки, чеченцы, Дагестан, все-все практически народы, не только в России, но и иностранные, вот наши соседи, тоже присутствуют, и они тоже там празднуют вот этот праздник. Ну, я думаю, что кроме этих праздников есть еще другие российские праздники, в которых тоже мы, естественно, участвуем. это День республики, день, значит, как вот, то, что Новый год, 8 марта, там 23 февраля, вот эти все, естественно, сама собой. А скажи, Паш, вот когда приезжают азербайджанцы в Москву, да, вот какая-то помощь, ассимилироваться им здесь, вот помочь, устроить на работу, познакомиться с какими-то вот правилами московской жизни, здесь же тоже своих, естественно, вот в связи с этими новыми законами, да, то, что там необходимо сдать русский язык, получить сертификат, и после этого имеет право человек, не грант, значит, приобрести патент, приобрести РВП. А вот сдать русский язык, вот это вот подготовительное Это помогает национальное объединение, изучение языка? мы даже вот с помощью, значит, Министерства образования Азербайджана и с помощью, значит, РУДЭН поехали в Азербайджан, там создали как условие для того, чтобы там обучались азербайджанцы, перед тем, как ехать сюда, тратят вот энное время, то есть русский язык они изучают еще на хозяйском изображении? там им преподают русскую историю, институт истории Азербайджана, хочу их тоже отметить, чтобы они тоже активно помогают, значит, русская община Азербайджана тоже участвует в этом, значит, обучают, подготавливают, и даже РУДЭН дал согласие, что мы приедем туда, там будем принимать экзамены, до того, как они не приехали сюда, чтобы они не тратили тут время для обучения и для сдачи экзаменов, они тут же сдают экзамены, по приезду сюда, получают сертификаты сразу же, и начинают уже работу. Очень интересный опыт, правда? Это первый опыт Если бы все так делали, СНГ, да, вот только мы начали, так что, вот этот опыт идет, и сейчас там данный момент, ну, сейчас, январь месяц, это очень тяжелый месяц, в январе практически мигранты уезжают домой, все, не только Азербайджанцы, потому что работы нет, идет там, перед, как бы сказать, празднование, мы начали, 25 декабря, заканчиваем, к концу января, празднуем. С трудом, с трудом заканчиваем. Мы тоже. Иногда не заканчиваем, продолжаем до 23 февраля, да, хочу сказать, что это очень удобно для мигрантов, да, они приезжают уже в феврале, в начале феврале, уже приезжают, уже готовыми, у них уже все есть. Ну, прекрасно, это прямо образец, а вы тоже что-то хотите добавить? Пожалуйста, я хотел бы добавить, что Баку, это один из самых русскоязычных городов постсоветского пространства, вот, и в Азербайджане существует около 200 школ русского языка, говоря об эмигрантах, о, как бы, проблемах русского языка, тут надо, именно вот это, нет никаких проблем, вот надо думать, что базовая подготовка очень хорошая. и они, я вас уверяю, вы если пройдете по улицам Баку, да, практически во всех магазинах услышите только русский язык. вот молодые. есть, кстати, сюжет, где азербайджанцы-школьники учат русский язык, вот можно посмотреть, наверное, если сейчас мы его найдем, давайте, и почувствовать атмосферу. школа – это светлый дом, мы учиться будем в нем, там научимся взятать, раскладывать и умножать. Меня зовут Тура. Я приехал из Азербайджана. Мне 9 лет. Мне 9 лет. Я учусь в школе. Ну, школа номер 157. Мою учительницу зовут Ирина Геннадьевна. Она добрая, красивая. Мы вместе пишем буквы, читаем буквы. Букварь, букварь. Нашем, мы раскрашиваем, пишем, смотрим, мы твильмы, слушаем сказки. Меня зовут Анна. Я хочу рассказать вам о школе. У нас большой кабинет, большая столовая, длинные коридоры. Больше я жил в Азербайджане. Рамида, это же школа, в которой вы трудитесь. Да, да, да. Я бы хотела сначала внести небольшую коррекцию. Наша школа с этнокультурным азербайджанским компонентом, которую мы еще открыли в 1996 году. И в 2011 году нам дали имя Керима Альевича Керимова. И самая большая уникальность в том, что наша школа, она общеобразовательна. То есть мы обучаемся по системе московского образования, но во второй половине дня осуществляем этнокультурный компонент в системе дополнительного образования. И главная задача открытия школы это дать возможность детям, азербайджанцам, приезжим детям, вообще всем мигрантам, возможность сохранить свои корни, изучать язык, литературу, историю, традиции. В данный момент перед вашими глазами это была школа русского языка. Это отдельный структурный компонент, отдельный структурный компонент, который существует на базе нашей школы. И там дети, приезжие, которые не владеют или вообще не разговаривают на русском языке, их обучают в течение года русскому языку. Как раз таки это к тому, как мы адаптируем, как приезжие, в том числе и азербайджанцы, адаптируются к местным условиям. В школе русского языка у них есть возможность, в зависимости от возраста, младшая, старшая и взрослая группа, как раз таки по договоренности с РУДН и МИО, Московским институтом открытого образования, они могут сдать экзамен на знание русского языка, который требуется для постоянного или временного проживания. Прекрасно. Ну, хочется отметить, что не только говорят грамотно, все падежи, окончания, но еще практически без акцентов. Да, на чистом, литературном. А скажите, пожалуйста. Если позвольте, я добавлю. Не все русские. Так вы верите. По этой теме, эта школа что дает нам? Дело в том, что там те, которые учатся, действительно, там и русские учатся, все националисты практически, но большинство русские. Там, в этой школе, готовят уже новых работников, дипломатических работников, бизнесменов, крупных экономических работников, которые могут потом в дальнейшем работать в Азербайджане, потому что они уже изучают... Они уже дипломаты растут. Да, да, да. Они изучают и азербайджанский язык. Русские дети тоже учат язык. Да, естественно. Да, да, да. Они тоже обучаются. Обучаются и... У нас есть, извиняюсь, у нас есть азербайджанский как родной и азербайджанский как иностранный, как русский как родной и русский как иностранный. И у нас есть совместная работа с Институтом русского языка с Азербайджаном имени Пушкина. Мы с ними тесно сотрудничаем. То есть обмен опытом, мастер-классом с учителями русского языка Азербайджана. То есть это очень интересный и важный момент в жизни нашей работы. То есть дети обогащаются сразу двумя культурами и вырастают специалистами до экстракласса. И, кстати, в дальнейшем, те, которые собираются обратно уехать домой, они становятся уже носителем русского языка. Они приезжают туда в Азербайджан, они уже говорят по-русски. Их дети говорят по-русски, потому что они постоянно приезжают к родителям здесь, которые работают. Но многие здесь остаются, работают. А скажите, в каких отраслях здесь в Москве работают чаще всего? Торговли, производства, медицина. Огромное количество медицинских центров, которые там работают. В онкологии очень огромное количество азербайджанцев занимаются онкологическими болезнями. По-моему, где-то около 100 с лишним человек. Которые занимаются. И это очень важно, конечно, что специалисты высочайшего класса. Я хочу сказать, что нам нужно просто подключать уже наших журналистов. Безусловно, у вас очень тепло. Я хочу сказать, что мы сегодня еще в эфире увидим представителя, или, точнее, представительницу этой школы. Так что, все еще будет. Ну, давайте отправимся опять к нашим замечательным, удивительным гостям. И к Михаилу с Валентиной. Ребята, пожалуйста, вам слово. У нас в гостях замечательные, жизнерадостные люди, которых, кажется, критик совершенно не волнует. Ну, то есть, они, конечно, знают, как с ним справиться, но настроение у них от этого не портится. И плов хуже не становится, хочу сказать. Плов хуже не становится, и меньше от этого в студии не пахнет. Господи, как же пахнет свежим лавашом? Вот я вижу, гранаты. Ну, ладно, давайте, все-таки, вы знаете, для того, чтобы начать показывать еду, это надо заслужить. Это надо заслужить. И мы хотим вам, чтобы это заслужить, право для нас с вами, поговорить и рассказать вам о традициях, еще, конечно же, о традициях гостеприимства. Тема не менее приятная. Да. Скажите, пожалуйста, вот как в Азербайджане выражаются традиции гостеприимства? Я вот так сразу в лоб спрашиваю, вот можно ли к азербайджанскому другу, к дружесной семье, прийти без предупреждений? Без манка, да. Как мы это видим? Взять и прийти, да. Это, я думаю, что и большинство народа имеет вот такое свойство, да. Не имеет значения от того, что там с предупреждением или без предупреждения. Если человек пришел, он, значит, нуждается в чем-то. Или в диалоге, или, не знаю, общении, или же просто материально нуждается. Поэтому его надо принимать. Это у нас традиция. Это находится традиция, обычаи. Потому что человек пришел, не спрашивая его имени, фамилии, кто он, откуда, для чего, сразу начинает угощать. Потому что он с дороги, он может быть голоден, он может быть... То есть накормить сначала, а потом вас спрашивать. Да, надо его напоесть, потому что человек может жаждеть. Аделя, вы как сидите, невесело. Это же вам приходится, да, вот так вот, как говорится, жили-жили, вдруг звонок в дверь, и надо сразу... Я сама очень гостеприима. Она исполнитель. Они готовят там даже. Девчина готовит, мужчина встречает. А как, вот, то есть у вас всегда должно быть наготовлено на 25 гостей, если что, на всякий случай? Или вот по мере поступления это делается? Вот если гости на пороге, да, как справиться? Такой стол, который стоит у нас, ведь его за 10 минут не сделают. Есть секреты, да. Справляемся. Нет, запас обязательно. Вот у моей бабушки, да, останется этот сундук был такой большой. У нее что хочешь для того, чтобы приготовить, да, в течение 15 минут? Все. Сундук-самобранка, да? Раз, и сразу полный стол. Мечта москвичей, чтобы... Удивительно, что у нее чутье было, да. Она в другом городе. Мы один раз хотели открыто что-то взять. Она почувствовала там, что открыли сундук. Представляете? Да, до чего они, как бы сказали, вникли, да, вот все это. Это их, да, женщины. А вот еще одна вещь у нас есть. Расскажите, пожалуйста, Ромида. Скажите, пожалуйста, это вот не обременительно для женщины такая вот традиция гостеприимства, потому что мужчина-то, он в данной ситуации что? Он, как говорится, держит марку. Удившел, да, сел, угощайте меня. Ну, или если он хозяин, да, он встречает гостей, он распахивает двери, насчет, говорит, заходите. А трудиться-то женщине приходится. Ну, нужно здесь обыграть время, я думаю, первым делом. Чтобы приготовить еду, надо накрыть сладкий стол. Так. А пока пахлава, ляб-лябе, все эти сладости пока съедят, ну, вот там уже пойдет и горячий. То есть чайок сначала, да? Что касается про гостей, есть даже в наших детских сказках, гость, это гость от Бога, поэтому нужно открывать двери все. Вот как? Да. Слушайте, а его же еще нельзя, вроде бы так я читал, отпустить с пустыми руками? Да. Все, что осталось, нужно. А вы знаете, мне очень нравится, я не знаю, правда это или нет, но я, когда готовился к эфиру, вот еще одна традиция прям бросилась мне в глаза, чтобы как-то вежливо дать понять гостю, что хозяева уже устали, ему полную сумку еды ему. Нет, в обычае нет таких вещей. Это человек должен сидеть столько, сколько гостей будет. гостю будет удобно сидеть и бодрствовать. А то есть каких-то традиционных способов намекнуть как-то человеку сказать, что... Нет, это не допускается, почему это можно обидеть гостя, потому что он обидится, может уйти насовсем и проклят. Если проглинают, да, если человек уходя, то этому дому счастья не будет. Вот поэтому, исходя из этих соображений, вот обязательно нужно терпеть, терпение и терпение нам велел. До конца терпим, пока гостю будет все нормально, пока гость не будет взевать, да, первый вот покажет, что там он хочет спать. Уже тогда предлагают, что вот, да, у вас уже готово место, там можно пойти. А, то есть его еще и оставят ночевать, да? Ну, естественно, да. Ну, современной, как бы сказать, жизни, гостинцы есть, все там сразу устраиваешь туда, там телефон позвонит. Но устраиваешь, то есть, да? То есть не то, что человек вышел и сам там... Не-не-не-не, обязательно надо его разместить, устроить, прийти к нему там, в общем, как его... Он посмотрит, что все нормально, уходишь домой, завтра опять приезжаешь за ним, забираешь его. Вот это да. И дальше продолжаешь вот эту всю программу. Ну, почему, если дом большой, это гостиница уже не... Это в деревнях, да, в сельских местности, где там дом, особенно, там уже гостиницу не отведешь. Алексей, вы готовы принять гости вот так вот, по полной? Ты знаешь, нет. А если по странам ужасно... Потому что в моей квартире вот столько не поместится. Хотя, в принципе, мои родители точно так же встречали гостей. Это Москва всех на спорте, знаете, вот честно хочу сказать. Тут совершенно другие гости. Совершенно другие гости. В гости ходят, конечно, удивительные истории, замечательные. И хочется побывать в таких гостях. И символ, вы знаете, символ вот этого московского испорченного гостеприимства, вот эта вот железная трехслойная дверь с глазков. Это кто? Вау, вы не звонили, я не знаю, я не готов. Помнишь, как о фильме «Курьер»? Эти провинциалы из Сталина приехали. Ох уж эти провинциалы, как они достали до бедного базина. Да, да, это точно. Алексей, я понял, ехать, конечно, готов. Принимать, да. А к себе? Ехать, да. Послушайте, и готов, конечно, принимать. Мы и принимаем, собственно, в гостях сегодня у вас. Надеюсь, вам у нас нравится и вы чувствуете себя комфортно. Комфортно, да. Конечно, такие гости еще и кормят нас, и рассказывают, и песни поют, и танцуют. Это правда, это правда. Замечательно. Хотя должно быть наоборот, Алексей. Слушайте, ну вот, у меня, знаете, какой вопрос? Ну вот сейчас, в 2015 году, насколько сохраняются традиции в молодежи, в том числе и принимать гостей. Хочется узнать, насколько Баку сохранил вот эти традиции. У меня много друзей бакинцев, от которых я слышал, ну, невероятные истории, когда всем двором выходили ужинать, обедать, каждый выходной сидели, в двери никто не закрывал, машину никто не закрывал. Вот такая... Ну, если в году было-то, в Москве это было в 50-е еще, потом уже все. Ну, а в Баку я слышал эти истории там вплоть до, ну, наверное, там годов до 90-х, да. И хочется спросить, сохранились ли вот эти традиции, расскажите, пожалуйста. Вот если в тех кварталах, где там старые дома еще, да, там сохранилась вот эти традиции. Это старый город, туда надо идти? Не, не, не обязательно старый город. Есть другие территории, да, города Баку, других там регионах, районах, других городах, 13 городов вот этих, да, государственных назначений. И там тоже такая же ситуация. Там потому что в основном частные дома, и люди вот к этим обычаям придерживаются. там никто не зайдет, чужой нельзя, потому что друг друга все знают, что нельзя заходить и ворвать нельзя. Даже и за плен города тоже нельзя ворвать. Нельзя, а если человек вот... дверь не закрывается. Не закрывается? Да, нет. Это где? Это в Баку прямо? Нет, мы живем около Каспийского моря, Бузавнах называется. Курортная зона. В курортной зоне? Дверь не закрывается. Не закрывается. Рай какой-то. Вот это, вот это показатель. Это даже, даже это неприлично, если закрываешь ворота и двери, да, это другие могут посмотреть и обидеться, что ты, как бы, от меня закрываешь дверь, что я думаю, что я смогу войти, ворвать. Вот поэтому не закрывают. Слушайте, ну мы, кстати, более подробно поговорим об этом в следующем включении. Еще вопрос, как вот вы... Сейчас не надо на него отвечать, это как бы затравочка, да, на будущее. А если вот все свои, да, двери не закрываются, но человек просто вот это выпил и куролесить начинает. Вот что с ним тогда делать? Это важный вопрос для нашей дворовой культуры, да, и как вот вы, какой у вас опыт, вот это интересно послушать. И спиртное? Да, спиртное, да. Но сейчас, сейчас хочется, вы знаете, хочется вот какого-то реального воплощения этого праздника жизни, о котором мы сейчас только что послушали, сейчас хочется посмотреть. Поэтому танец, который я вам обещал, представительница школы номер 157, представьте, пожалуйста, эту юную танцовщицу. Это Карагодина Валерия, она является воспитанницей творческого объединения и ансамбля народного танца в Москве. Кстати, это единственный ансамбль азербайджанского танца «Одла Юрду», под руководством Афанасьева Елены Игоревны. И этот ансамбль хорошо действует и развивается благодаря поддержке фонда Гейдара Лива, представительства фонда Гейдара Лива в Москве. А скажите несколько слов о том, что это будет за танец, потому что она выглядит как юная принцесса. Она юная принцесса и как раз таки она представляет и юный цветок, белый цветок. У нас восточные поэты всегда представляли женщин и красивых девушек, как кипарис, представляли как цветок. В данном случае она олицетворяет белый цветок, как движется белый цветок, о любви к этому цветку. Давайте насладимся этим танцем музыка. 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 Карагодина Валерия, представительница школы номер 157 имени Керимова. Танец белого цветка. Дорогие женщины, вам уже, конечно, решать после сегодняшнего, после всего, что вы узнали, все-таки вы, что вам ближе, газель, кипарис или все-таки вы белый цветок. И не забудьте после вашего решения объявить мужчине, чтобы он знал, как к вам обращаться. Давайте спросим у Поляковой уже, кто она, белый цветок. прекрасный цветок меня бы вполне устроил. возможность, да, пояснить все. Пожалуйста. Хорошо, мы вернемся. Как ты сказала? Ну, прекрасный цветок меня бы вполне устроил. Мы все, вернее, сидим здесь вот окружены этим ароматом азербайджанской кухни, к которой мы уже скоро перейдем, не волнуйтесь. Я подумал, что если бы у меня вот под окнами такой запах был постоянно, конечно, жизнь была бы просто как сказка. Как работать, Миша, в такой обстановке? Как работать? А давайте спросим, как вообще азербайджанцам живется в Москве, да? Как вот удается сохранять эту культуру такую особенную? Да, и удается ли не запирать двери, наверное, или хотя бы на один замок, а не на 10, как все? Нет, наши двери, они всегда открыты. И благодаря, именно благодаря поддержке Департамента образования города Москва Северному окружному управлению образования нам удается развивать и распространять нашу культуру и сохранить, и передать следующему поколению различным мероприятиям. Вот, например, самое свежее событие это когда мы отмечаем, как ежегодно отмечаем, Международный день родного языка при поддержке ЮНЕСКО, где мы представляем культуру народа, язык всех представителей, которые обучаются в нашей школе, а их у нас 31 национальность. И мы представляем культуру, и мы представляем детей, сценические постановки и представление, видение детей, языка и на своем родном языке. то есть которые в этом году, в прошлом году мы отмечали в рамках 15-летия международного дня родного языка, а в этом году мы это посвятили 70-летию чрезвычайному посла Азербайджанской республики Паллада Бельбелёглы. Это наш дорогой гость, друг нашей редакции перед Новым годом. Легендарный человек, композитор, привет. Вот он здесь в этом пресс-центре как раз был среди множества гостей, когда мы праздновали фестиваль народов Москвы. Представлял Азербайджанскую республику. Да, совершенно верно, конечно, легендарный человек. Друзья, всем, кто еще не успел пересмотреть вторую, да и первую тоже часть фильма, не бойся, я с тобой. И не бойся, я с тобой 1919. Да, прошло 20 лет между ними, но, знаете, все тот же задор, та же энергия. И великолепная музыка, и песни Паллада Бельбелёглы. И сейчас мы это увидим. Пути и годы ждут нас впереди, и никогда не смолкнет Песня эта. Пусть много будет в ней тепла и света, до края жизни с песнею дойди. Как жили мы, болясь, без смерти не боясь, так и отныне жить тебе и мне. В небесной и пыжене, и в горной тишине, в морской волне, и в яростном огне. Как жили мы, болясь, без смерти не боясь, так и отныне жить тебе и мне. В небесной и пыжене, и в горной тишине, в морской волне, и в яростном огне. И в яростном, и в яростном огне. Классный огне. Как он поет, как он поет. Он душу из меня вынимает. Еще немножко я не смогу его убить. Любовь, надежду, веру, новый путь не может снов отнять у нас с тобою. Как счастье жить, то радостью, то болью. И смерть сама не в силах зачеркнуть. Прекрасный фильм. Миша, посмотри обязательно. О, как он поет. Это правда. Это правда. Невозможно оставаться равнодушным. Слушайте, ну, конечно, мы сегодня очень много говорили, но все равно этого недостаточно. для того, чтобы хотя бы, не знаю, 30-ю часть передать тех традиций, того колорита, который есть в этой замечательной стране, где не запирают двери, где нам с вами поправят здоровье. Где нам всегда рады. Где нам всегда рады. Совершенно верно. Но, какие традиции удается сохранять в Москве? Удается ли играть здесь, вот, может быть, свадьбы? Ну, вот, в народном каком-то околоритном образе, не просто вот европейскую обычную, а именно азербайджанскую. Ну, вот, свадьбы и похороны, как были там в Азербайджане, да, то же самое тут придерживаемся вот к этим. И национальные костюмы тоже на свадьбе? Не, национальные костюмы только вот исполнители, допустим, музыканты одевают, а, допустим, музыка, соответственно, тоже, да, традиционная? Невеста там одевается как обычно, там, когда музыка, естественно, особенно, как национальную музыку исполняют, да, ну, и, естественно, под конец уже переходим на эстрадную музыку, там, и российские музыки, там, звучат, и иностранные. Интернациональные. Но вот похороны, да, действительно, мы, как бы, выполняем вот именно в тех традициях, которые у нас есть, не допускаем, потому что человек уже выходит в последний путь, его надо, как бы сказать, провожать достойно. Бескомпромиссный момент. Бескомпромиссный, да, как положено, да. Скажите, а вот, что касается традиций гостеприимства, вот, есть ли возможность принимать гостей так же, как это делается у вас на родине, вот, чтобы человек мог остаться, чтобы кормить его до отвала, и сколько вот он не сидел бы, все его не попросят никак, а наоборот, отвезут его под белые ручники в гостиницу и уложат спать. Вы знаете, это сейчас кризис. Бич такой, да, у нас, как бы, знаете, постоянно, вот, кто-то приезжает по нашим обычаям оттуда, прямо садится на самолет, на поезд, на машине, приезжает и звонит, а мы не знаем, кто он, открываем дверь, он же стоит там, о, привет, как, вот, откуда, вот, приехал оттуда, сидел, подумая, дай я, когда я поеду к тебе, взял, приехал. Постоянно вот случается, обычно, вот, допустим, мы, сколько не говорили, вы что, заранее звоните им, чтобы мы на то, без, нет, вот, возьмет кто-то, обязательно приедет, вот, а вы что, не родственники, что ли, родственники, но заранее предпореждают, что мы были дома, мы все же работаем, заранее, чтобы знали, тебя встречали в аэропорту, да не, какие там проблемы, вам еще, не хочу проблем создать, представляете, да, чтобы в аэропорт приехали за мной, взял, да, приехал прямо по адресу, а по адресу, потом начинается все, на работу не можешь идти, естественно, с ним, потом опять сидишь там за столом, там засыпаешь, а он сидит там, радуется, там приехал, ну, вы совсем москвичи стали, да, теперь, ну, естественно, тут же там совсем уже, эта родительница другая, уже, как бы, ментальность другая, ментальность другая, слушайте, а вот насчет общения друг с другом, скажите, пожалуйста, в Москве, вот, насколько вообще это все происходит легко, или азербайджанцы, может быть, не видятся годами друг с другом, потому что, вот, как настоящие москвичи, трудоголики, и все дела, 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 вот, мы часто проводим на мероприятиях, там, Москва, Москва сама по себе подразумевает, именно, вот, это вот, трудоголичность, да, и, к сожалению, реже встречаемся, реже, реже встречаемся, и поэтому, когда встречаемся, по большим праздникам, это действительно для нас праздник, да, уж, когда встречаемся, тогда, пир горой, да, вот, ломятся замечательные столы, и опять у нас все крутится, опять у нас все крутится вокруг стола, его, кстати, подозгинули ближе к нам, труднее становится работать, друзья, но ничего. но мы перестали стрелять на свадьбах, на улице танцевать, визгинку, если там это разражает, да, окружающих, поэтому, естественно, перестали, но у нас такая традиция есть, и продолжается, потому что это стрелять не обязательно, все думают, что там действительно, да, нормальные пули, а там в основном, да, все эти холостые, просто стрелять, это выражает свою, как бы сказать, там, радость, счастье, то, что там, да, мы от того уже рады, что вот, хотим, чтобы все слышали, что у нас свадьба, вот это, это означает. Вот здесь, конечно, две ментальности должны как-то, наконец, пересечься, и понять друг друга, потому что, вот, люди пока еще у нас, боятся оружия, да, вот все вот эти вот, такие вот сильные проявления, несвойственные нам, как северным, может быть, больше людям, а иногда стрельба, это просто стрельба, много радости. Да, на день рождения, все как, есть сейчас такая традиция. Прекрасное, прекрасное разъяснение, вот вы меня сейчас успокоили, успокоили. Слушайте, у нас есть еще один замечательный материал, про национально-культурную, вот, автономию, МНК. Да. Скажите, пожалуйста, как правильно расшифровывается эта организация? Московская национально-культурная автономия азербайджанцев. То есть, это некая, это типа вот общины, диаспоры, да, это то, что объединяет? Да, вы знаете, это в 96-м году, вот как раз был издан указ о создании национально-культурных автономий, а до этого, в 95-м году, значит, был закон о национально-культурном объединении, просто объединении национально-культурных. А вот давайте сейчас мы будем показывать, у нас есть материал о деятельности этой организации, а вы как раз продолжите ваш рассказ. Вот это какое-то мероприятие, да, это как-то... Это в школе, да. Это в школе, ага. О, это же, это же наш любимый и легендарный палат Бюль-Бюль-Аглы. Да. Видимо, встреча с ветеранами, да? Скажите, пожалуйста, вот что это за мероприятие, как часто они проходят? Ну, хорошо было бы вот... Это мероприятие в 2011 году отмечали, когда был юбилей нашей школы, и в этом же году нам присваивали имя Керима Альича Керимова. Поэтому были приглашены гости из Центрального управления полетами, были космонавты, достойные азербайджанцы и русские. Мы пригласили, потому что в рамках этого в том же году у нас образовались активисты, активисты нашей школы, которых называем Керимовцем. Керимовцы. Кстати, вот про Керимов я хотел бы сказать два слова, да? Это человек, который был соратником Королёва с 1940 года, он работал в этой системе, создавали спутники, создавали ракеты, и после 1966 года смерти Королёва его назначили, а он был представителем государственной комиссии, тот, который принимает космонавтов, да, разрешите вылет, там, мы приехали, там... который не показывали по телевизору, мы его всегда со спины видели, это было засекреченное лицо. А так как он хорошо знал эту отруссию, и ему поручили дальше возглавлять вот эту отруссию до 1991 года. Он возглавлял, потом ушёл на пенсию, и, естественно, в 1991 году узнали, что он жив, во время войны он ушёл в Великое Отечественное, а потом, естественно, наши власти направили письмо его родителям, родственникам, что он умер, погиб в войну. А на самом деле он работал в космической структуре, да, и вот в 1991 году они узнали, что он, оказывается, жив, и первый раз поехал в Азербайджан. Ну, вот такая удивительная история о воскрешении, во время войны, кстати, такое часто было. герой соцтруда, генерал-лейтенант, ну, и дальше вот как раз... И где эта школа находится, скажите, пожалуйста? Мы находимся в Северном округе, Кронштадтский бульвар, 33. Это рядом с Алексеем Тимофеевым. Как же, Алексей, вам повезло, вы сможете, между прочим, зайти туда и лично посмотреть, как всё замечательно и гармонично устроено в этом чудесном месте. Эту школу, прекрасно, причём знаю эту школу и местонахождение, и она, по-моему, с начала 2000-х годов стала азербайджанской школой, по-моему, с 2000-го даже, да? Уточню в 1996-м году. А, ну что, всё-таки хорошо. Замечательно. Слушайте, ну, это же действительно хорошая история. Это же даже, можно назвать, какими-то удивительными событиями. Слушайте, но сейчас... Я хочу послушать. У нас немного времени остаётся, немного. А мы не поговорили, можно сказать, о самом главном. Мы говорили о гостях, гостеприимстве, мы говорили... ...о традициях и продолжаем говорить. И ты уже интригуешь на протяжении практически двух часов. Мы видим, слышим, и я чувствую эти запахи. А мы в кадре этого ни разу даже не увидели, ни то чтобы запах не почувствовали. Не верит нам на слово. Интригу продержали, ну а теперь, наверное, можно. Можно, дорогие друзья. Сейчас мы переходим к настоящему азербайджанскому столу. Пойдёмте, пожалуйста, сейчас я... Сейчас, дорогие друзья, мы вам всё покажем. Устраивайтесь сейчас поудобнее, как говорится, я надеюсь, вы правильно натощак, у нас в эфире, когда столы отдельно и такие богатые, такие красивые. Я потом верну вам его. Пожалуйста, это вам. Яркие. Я завидую вам... Обязательно, да, должна быть женщина и мужчина. Мы здесь. Послушайте, перед тем, как начать, перед тем, как начать, извините, пожалуйста, у меня один принципиальнейший вопрос, который меня волнует. Я невероятно люблю гранаты, но я никак не могу понять, как их выбирать. Я выбирал и по сухому. Вас слышно прекрасно? да, 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 слышно. Перед тем, как выбирать, необходимо посмотреть вот заднюю часть и переднюю часть. А как у задней от передней отличается? У задней? Скажешь, пожалуйста. Ну, где растёт, отрезает вот с этой части. А, понятно, где отростчик стебелька, это задняя часть? Конечно, раскрывается. И в основном, знаете, вот через это отверстие проходят туда всякие насекомые. И, естественно, если они проходят туда, это значит хороший гранат. Потому что вкусный и полезный. А как это увидеть, скажите? А, как? Как это увидеть? Потому что я выбираю, смотрю, чтобы вот эта вот часть была немножко засохшей, такой уже. Мне кажется, тогда будет... обратить внимание, если туда забивают глину, для того, чтобы они не проникали туда. Чтобы внутри было нормально, хорошо. И эта часть должна быть действительно засохшая. Да, это я знаю. Засохшая, потому что уже до конца гранат уже спелый. Спелый. и внутри, естественно, раскрывать всё нормально, чисто, там, без всяких насекомых. Вот это как раз... Всё, Алексей, теперь можете торговаться на рынке смело, со знанием дела. Слушай, этот гранат нехороший, а этот хорош. Хорошо, но я вижу это великолепие и цветов, в первую очередь. Вот что я вижу, это цвета. Давайте начнём, вот смотрите, слева от граната находится удивительное блюдо, здесь я вижу кусочки... Здесь не ошибается сачкаба. Да. Если я не ошибаюсь, это сачкаба, в который входят у нас барборы, разные овощи, в основном это кумидоры, это баклажаны, это курики. А что, скажите, пожалуйста, с овощами вы сделали? Вы их тушили, нагрели, жарили? Их надо жарить на масле кюрдюк. Сначала кюрдюк, бараний кюрдюк здесь жарится, прожарится. Что за такое масло? Это хвостовая часть баранины, это должна быть именно... Хвост барана. А, вытапливается, да? Первым делом начинается, добавляются овощи, и только после того, как овощи добавились, мякоть баранины, она настолько мягкая, что она даже быстрее овощей готовится, поэтому его в последнюю очередь нужно добавить. Великолепно. Скажите, пожалуйста, вот то количество, которое мы видим, это блюдо, на сколько персон здесь порция? Ну, это зависит от вашего аппетита. Например, я бы съела сё. С хорошим аппетитом, да. Это вообще на девочку порция, да. Это маленькая. Это наивная порция. Дальше вот у нас... Да, овощной салат. Так, давайте. Это что? Овощной салат, да. Это называется мангал-салат. Мангал-салат у нас... Почему называется мангал? Ну, понятно по названию, что на мангале жарится. Значит, здесь тот же самый баклажан, перец и помидор, зелень, лук. Это всё на шпажку, да? На шпажку, да? Это всё, да, можно на шпажку, можно вот на вот... А, на... На гриле. На гриле можно, да. На решеточке. И всё это потом порезать и, в принципе, объединить в одно. Так, вот сейчас... Вот у меня в руках мангал-салат. Это, кстати, очень диетический салат, очень вкусный, да. Можно даже в домашнем куске. Это диетический салат. Это можно есть, значит, после шести. Да, да. До семи спокойно можно есть. Да. Я думаю, вы его вообще съедите за пять минут, потому что пахнет, конечно, обалденно. Так, а, кстати, вот это блюдо, оно стоит, то есть оно подогревается там. Да, вот называется сач-кебаб, вот это устройство, вот эта посуда, это и есть сач. А, вот оно что. Его обычно, вот в древность, его ставили на огонь. А вообще, вот эта представка баб, вот люля, кебаб, ещё там какие-то, это что-то означает? Ну, кебаб, это шашлык. А, да. Кебаб переводится как шашлык. Хорошо. То, что жарится, да, люля жарится. А, то есть, вот к люлю мы перейдём чуть позже. Вот по поводу долмы я вам расскажу. Значит, долма, это национальное блюдо у азербайджанцев, у армян, у турков и у болгар. Хорошо. У арабов, позвольте добавить. У арабов, я не знаю, как называется. Это от арабского слова долама означает вот именно покутить виноградное место вокруг мяса. Это у армян и мы говорим долама, а турки и болгари говорят сарма. Сарма. Это то же самое, это одно и то же слово, сарма тоже, это там завернуть, да, завернуть мясо. Да. А внутри по-разному может быть просто мясо, может быть с рисом мясо. Так. Да. И, естественно, после, вот, как бы сказать, этой категории, еще есть другие категории, долмей, да, это как из капусты делают. А сладкие бывают, что-то десертное? Это от вкуса зависит. Может, кто-то варенье там сделал, например. А сверху это виноградные листья? Обязательно. И виноградные листья обязательно собирают первые листы. Вот только вот первый урожай там идет. Обязательно первый урожай. А второй урожай это уже идет, как бы сказать, для рынка, там, чтобы продать. А в Москве можно купить виноградные листья, чтобы сделать настоящую дому? Хорошо, переходим дальше. Ну, я думаю, шашлык это более мужское блюдо, вы нас познакомите. Ну, шашлык это, значит, вот это из картофеля делают. Сначала пюре изготавливают, потом добавляют туда курдюк. Курдюк. Что такое курдюк? Это хвост. Хвостовая часть барана. Хвостовая часть, да, барана, да. Чтобы вот это То есть такая жильякая, хорошая, калорийная картошечка. Да, это самое главное для того, чтобы не рассыпалось. А когда жаришь, сыплется там, все там проваливается туда в мангал, чтобы это все стояло здесь, нормально, и добавляют курдюк. То есть это как гарнир к мясу получается такой, тоже вот на нашем куре. В принципе, да. А некоторые, я, допустим, мясо не ем, вот я, вот это картофельное. Прекрасно. И я не ем мясо, хорошо. Я так советую, да. Вы не дадите мне пропасть на азербайджанской кухне. Ну, естественно, остальное там, как это, ребра, самое вкусное место, это, как бы, деликодец, и остальные тоже там. Но в основном шашлык делают из баранины. Вот то, что из говядины, из свинины делают, это уже не шашлык, это уже просто безвыходное положение. Надо пушить мясо, да, надо, да. нет, Потом баранина, притом ягненка молодого, да, чтобы мясо прямо в арту, чтобы таяло. Выбирают. Женщина не допускают. Не, не, женщина может мариновать, подготовить, да. А жарят, естественно, мужчина жарит, он уже чувствует по запаху, уже готов или не готов. Крутит туда, сюда, в общем-то, иногда пробовать можно, да. Так, дальше я вижу знаменитые рулетики из баклажан. Да, с грецкими орехами, да, это женщины, да. Это баклажаны, это жареные баклажаны, внутри грецкие орехи. Ну, грецким орехам их фаршируют, фаршированные грецкие орехи. А что там еще, там сыр, наверное, что это? Нет, там не должен быть сыр, там кисломолочный продукт должен быть, иногда по вкусу можно добавить чеснок. А что это кисломолочный продукт? Мацони, кефир. А, мацони. Да, катых есть попроще, да. Катых, да. Ну, у кого как, вот кто, что, мацони, это как кефир, только очень густой что-то, что это? Кефир получается, как у нас называется, как бы айран, типа айран, в данном случае именно сам катых должен быть, более густой. А катых твердый, Просто я не знаю, что здесь как приготовили, просто вот именно, это фаршированные грецкие орехи, да? Да, сверху, да, грецкие орехи, там сверху сыпят. Они с творогом, да. Там орех, там очень, совершенно одни полезные вещи, орех, паклажан, потом внутри, делают там действительно, там есть курдюка. И полезные, и вредные в одном, чтобы не было сильно вредно. Хорошо, то есть полезные побеждают, вредные всегда. Вредные немножечко, наверное, для вкуса, да, а полезные, да, и вегетарианские. И вегетарианские, да, совершенно верно. такие. Что это за блюдо, где все, орехи, сухофрукты? Это называется ляблябе, в котором должно быть не менее 7 разновидностей сухофруктов. Не менее 7? Да, не менее 7. А если 6 будет, все, неуважение, проклятие. Ну, несоблюдение традиций. Почему так? Несоблюдение традиций. Вот смотрите, у вас аппетит на 6, у нас 6 разновидностей сухофруктов. Пожалуйста, берите 6. Но 7, это когда уже полностью обеспечивается аппетит и вкусовые качества. Это влияет. Если они все вместе, когда это едят, кстати, это судим. Это вот как раз таки к чаю, когда обыграть нужно время, чтобы гости ждали, пока женщина готовит. Во время диалога, во время общения. Понимаете, пока все это съедим и долго готовится шашлык. Да. Значит, все начинается с чая и со сладкого. Прекрасно. Чай вот этот специальный, вот такие. Да, вот эти знаменитые чашки. Напомните, пожалуйста, как они правильно называются, стаканчики? Это грушовые формы, да, армуды. Армуды. Армуды называется. Армуды. Да. Для чего это делается? Для того, чтобы чай не сразу вот остыл, а постепенно остывает. Так как это закрывает, нижняя часть вот остается горячим. А верхняя часть остывает и выпиваешь. И потихонечку, потихонечку поднимается наверх, естественно, остывает чай. Прекрасно. И долго держится. И точно так же долго протекает беседа и общение. Естественно, да. Можно вас попросить про хлеб рассказать, пожалуйста. Вот вы начали говорить лепешечки, а вот что, как готовятся эти лепешечки? Что это в духовке, в печке? В тимбире. В тимбире, да? Это вот та самая печь, которая... Из глины. То, что делают, кипяча глины, да. Это может делать женщины или мужчины? Да, да, да. В основном женщины делают. Мужчины редко там. Слушайте, четко, кстати, я вот обратил внимание, гендерное развитие, да? Есть мужские блюда, есть женские блюда. Да, да. Не, ну, по изготовлению, по производству, допустим... А кушают тоже все одинаково? Или женщины не едят мужские? Пусть мужчина. Мужчина, да. На всяком случае... Если мужчина, он просто крепче, да, если что, он выдержит? Не, во-первых, он сразу по лицу видно, что хорошо приготовлено, значит, жена радует сюда, мужу понравилось. А если что-то такой стрёмный вид у мужчины, да, жена сразу ищет там где-то спрятаться. Что не показаться? Сразу сладкая вы ночь, да, у нее уже там пахлаватся в индукетчике. Да, 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 да. Да, кстати, да. Прекрасно. Слушайте, мне нравится очень, вы знаете, вот, как все, как сказать, просто и искренне. Все написано на лице, насколько хорошее блюдо, товарищ, никаких там вокруг да около. Жена приготовила, дала попробовать мужу, посмотрела на него, сразу все ясно. Вот и секрет семейного счастья. Мы сегодня сюда не выставили плов, у нас более ста видов плова. Более ста видов, да. У нас как, допустим, на Востоке готовят плов, да, там совсем другая система, там смешанное готовят. А у нас, вы знаете, вообще-то, я уже вначале говорил, да, что мы жили, азербайджанцы, жили они в составе Иранской империи. Да. С перцами и другими народностями. Поэтому и кухня у нас, персидская кухня, кухня, во всем мире известна. Как в сказке «Тысяча и одна ночь». Вот такая кухня. совершенно верно, да. Поэтому и там, в Иране, и у нас одинаковый, как бы сказать, состав. Ну и давайте, раз уж мы как в сказке, да, то после еды, давайте представим, что мы ее попробовали. Мы ее, конечно, съедим, вы этого не увидите, но давайте представим, что мы это попробовали, и после, конечно, еды начинаются танцы. Я сейчас хочу передать, я хочу передать слово нашему уважаемому музыканту. Скажите, пожалуйста, о том, какая сейчас будет музыка, а вернее танец, наверное, в котором мы все сможем принять участие. Сейчас будет танцевальная музыка. Эта музыка прозвучит в исполнении основной азербайджанской народной духовой музыкальный инструмента «Зурна», который на ремонте играет. «Зурна». Очень капризный, очень резкий звук. Представьте себе в симфоническом оркестре 80, 100, 120 человек, если играет «Тутти», единственный один инструмент «Зурна» громче звучит, чем симфонический оркестр. Вот. И под этой музыкой, чтобы не было бы повтор, азербайджанский народ, музыкальный народ, если слышит какой-то прекрасной танцевальной музыкой, тут же начинает танцевать. Я приглашаю вас на танец. Я уверен, чтобы здесь и будем заметны, кто лучше танцует. Чуть-чуть назад, чтобы танцевали. Расчищается место для танцев. Вы знаете, танец – это в каком-то роде некое состязание, да, способ представить себя. Как говорится, покажи мне, как ты танцуешь, я скажу, что ты за человек. Так что танец – это не просто вам так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Друзья, наслаждайтесь тем, что наш город такой многодациональный, в нем так много народов. В следующий раз мы расскажем вам еще больше о тех народностях, которые окружают нас. Не пропускайте наши эфиры. До новых встреч. Пока!